Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Базанова, с вами студия Живопсельки Базановой. И сегодня мы пишем ту самую картину, которая пишется очень быстро. Я сегодня буду писать мед к медовому спасу. Мы сейчас с вами пишем мед. Для меда мне необходимы краски. Белила титановая, кадмий лимонный, кадмий желтый светлый, кадмий красный светлый, можно еще кадмий оранжевый взять, краплак, здесь может быть красный, розовый, хинокридон, любую. Здесь марс оранжевый, индиго и голубая фц. Я беру сейчас индиго, марс оранжевый. Я намечу основные моменты. Я хочу поставить вот сюда соты медовые. Сверху еще соты. Прямо таким вот кусочком. Здесь будет медик такой растекающийся. Здесь баночку с медом. Наверное, даже вот дам ей такое вот, хотя можно и открытую, но вот я решила все-таки в бумажке и веревке сделаю. Вот, сделаю вот так ей баночка. Смотрите, от центральной линии, чтобы была симметричная баночка. Наверное, вот так создам. И что еще туда можно положить? Ну, наверное, какой-нибудь пару капелек меда. Вот так. Не знаю, может быть даже капельку меда вот сюда свисающую. И здесь так стекающие капли меда. Мне кажется, будет нормально, замечательно. Что бы еще хотелось сделать? Надо вот так вот повыше баночку поставить по композиции. И сейчас я закрашу вот таким вот коричневым цветом, как ни странно, вот эту часть. Прямо так смело. Коричневый с красным и желтым. Вот сюда. Дальше немножко желтого. И с этой стороны тоже такой, в больше, в желтый. Краски кладем крайне мало, чтобы, ну, вот буквально там чуть-чуть. Делаем несколько темных моментиков вот сюда-сюда. И теперь также вот на этот медок тень. Желтый. И даже вот такой вот немного лимонный. Свет на самом деле пойдет вот оттуда. Просто банка просвечивает и вот создает такое впечатление, мед. Что он просвечивает насквозь. Цвет медовый. Чуть-чуть задали цвет. Теперь возьму фон. Фон я хочу сделать. Беру вот белилки. Немножко сероватый такой. Да, вот там может быть индига и кадми красный вместе. Достаточно хорошо смотрится всегда. Оранжевая гамма, коричневая такая с голубовато-сером. Даже голубоватого чуть-чуть берем оттеночка. Чуть-чуть розовинки. Потому что хочется тени тоже дать. Тени мы укладываем через такие более темненькие. Коричневый, розовый. Можно даже голубой фацей или индиго дадут тень. То есть нам надо сейчас просто избавиться от пустого холста. Как говорится, закрасить холст просто. Растушевываем краску, которую уже занесли. Это с помощью обычной кисточки. Такой большой, строительной. И сюда. С правой стороны. Те же самые оттенки. Сразу краешки можно также холстика. Теперь мы начинаем писать как раз картину. Вот у нас подмалевочек готов. Мы начинаем работать слева направо. Первое, что я сделаю, желтые и белила вместе возьму. И вот так буду разделять на две полосочки наши соты. Беру вот эти светлые белилки практически. И начинаю формировать, не сильно стараясь, не сильно ровно. Какая-то спрессованная ячейка, а какая-то нет. Вот эти ячейки медовые. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Розовое стекло Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» На баночке Бликовые моменты Содвали Теперь мы здесь еще хотим капельку дать Но сначала я сделаю верхушку Верхушечку белую Какую Бумажку, может быть, немножко сероватые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова прямо на мед мы как бы затемнили под бумажкой тень такая получилась и конечно же тень будет еще и здесь прямо под веревочкой мы делаем очень аккуратно так чтобы не задеть саму веревку сильно беру белый и практически голубой оттенок верхней части баночки дальше возьму белый и голубой и еще раз он у нас остается с вами некоторые моменты которые хочется сделать поярче выравниваем чтобы наши не упал и не падала баночка лимонный или белый несколько нюансов добавили это прям засветится медик и сюда такую штучку еще от меда лужицы такой 1 кусочек 2 капелька то есть капельки меда прямо хочется сюда поставить вот сюда еще одна капелька меда через коричневые красные желтые по янтарность придаем цвету и опять возвращаемся к фону градиент теплый снизу градиент теплый по бокам вот такими движениями посмотрите белый коричневый розовый вот такая теплая уютная картина закончена вот такую картину мы с вами написали подписывайтесь на наш канал и так же приходите на курс как стать настоящим художником 2.0 чтобы писать любые сюжеты на этом курсе вы с самых азов научитесь писать картины маслом а те кто уже имеют опыт узнают и освоят еще много нового я поделюсь с вами самыми сокровенными секретами живописи которые я тщательно собирала и берегла для вас на протяжении всей своей жизни курс состоит из 178 обучающих видео которые дадут вам исчерпывающую теоретическую информацию и все необходимые практические навыки прохождение курса позволит вам стать настоящим художником осуществить свои мечты и получать огромное удовольствие от живописи а ваши лучшие работы попадут на нашу онлайн выставку жду вас на курсе дорогие мои ежедневные пошли успех